И последняя задача – это сделать ночное освещение с включенной лампой ночника. Для этого мы возвращаемся к базовой картинке. Называем ее «Ночь-свет». Итак, у нас свет будет расходиться от вам. У нас будет освещенный вот здесь кусок. Будет освещено вот так. Здесь. Вот так. Здесь у нас будет тень от занавесок. У нас будет круг света на потолке вот отсюда. Яркие блики на фронтально стоящих предметах. И все остальное и ореолом вот так вот будет расходиться. Так мы делаем то же самое. Для начала мы возьмем… И на новом слою через наш любимый оверлейф, который у нас и чтец, и жнец, и на дуде и грец, сделаем теплый ламповый свет. Так. 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 Кстати говоря, на этот раз не уверен, что оверлей будем еще проверить. Что он такой весь получился желтый. Очень активный. Проблема оверлея в том, что он очень ярко тонирует яркие светлые цвета и очень слабо темные, поэтому он не всегда является лучшим выходом из ситуации. Продолжение следует… Проработа за него безог lifecycle. Продолжение следует быть тем diferente. Застоящий лампетит треугольчик imagine не в трех скрещ摵 и наденье. Например, когда он где-то такой человек. Ураокфы и назад. выключу теперь везде где у нас тень мы этот эверлей уберем у нас здесь квадратные синие хушер мушер об一直 мачал Tr只有2 мушер, друг на другой Тринь breя, друг на друга. Общение в других гов, на которой мы резко разобрались, и у нас есть к вебы, и у нас есть к вебы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова Вот таким вот макаром. И для того, чтобы нам было понятнее, что происходит вообще, мы на новом опять-таки слою, сейчас я это отдельно запеку, мы на новом слою сделаем тонирование общее. Потому что комната у нас уйдет в темноту. Ну да, в принципе, похоже. Когда я нахожу какой-то удачный вариант, но хочу проверять дальше, я дублирую слой, скрываю и иду дальше. Больше ничего хорошего я здесь не нашла, так что мы возвращаем этот слой и делаем вот таким образом. Спасибо. 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 Ситуация у нас здесь будет совсем иная. со светом у нас наоборот окажется на свету. вот эта стена, шторы вот здесь чуть-чуть. и совершенно уйдет в тень вот эту вот часть кровати. мы ее будем потом еще больше в тень вводить. вот таким образом. окно. окно. мы мы затемним. там у нас становится уже тогда совсем фактически непроглядная темень. почему? а понятно, потому что мы оба мальчики. ну вот, в принципе, как-то так. так, попробуем что-нибудь сделать с этим светом. не оверлей. нет, оверлей самый лучший вариант, тогда мы сделаем иначе. мы оставим оверлей. немножко подотрём его, чтобы края были не такие резкие. резкие. и немножко порисуем. безусловно, одними наложениями цветов, ситуацию, в которой источник света предполагается диаметрально противоположный, мы не решим. лечение наложением рук. в общем, наложение рук нам недостаточно, нам еще нужно наложение головы. в общем, наложение головы. в общем, наложение головы. возьмем нашу кровать, сделаем дублирование слоя и высветлим ее сильно-сильно. вот таким образом, а теперь сотрём все ненужное. в общем, наложение головы. в общем, наложение головы. в общем, наложение головы. для того чтобы у нас не получалось слишком резкого перехода в тень эту простыночку мы подотрём здесь тоже так вообще нам конечно такой фотофанатизм не нужен поэтому мы это всё будем управлять это всё будет у нас не настолько ярко а зато мы можем сделать баланс, увести её немножко в жёлтый и сделать вот так и 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 Наш оверлей для того, чтобы он не был таким чудовищно желтым, я сейчас немного уменьшу ему насыщенность. И с помощью него мы слегка еще порисуем. Продолжение следует... 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 Примерно так... Продолжение следует... 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 А здесь мы вообще все это уведем в тень, потому что свет все-таки рассеивается. А здесь мы поступим вот так. Давай чуть другую кисточку. Продолжение следует... 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 Немного светлее сделаем заднюю стену, там свет достаточно активно на нее падает, пожелтее чуть-чуть, вот, так, и немного еще добавим тени, у нас у губа уже теперь определенные места, вот таким макаром. Продолжение следует... Наша подушка, ножка кровати уйдет, конечно, не будет там никак торчать и светиться. Здесь у нас пол будет весь в тени. В тени уйдет угол. Один, второй. Здесь будет очень темно напротив лампы. Конечно, будет темно за кроватью на потолке. Этот момент мы сейчас еще сделаем аккуратнее. Здесь у нас, во-первых, уже будет немножко четче этот тень. Потому что источник освещения лампа, он поближе к кровати. Так. 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 вот тень у нас будет от ножки. Сейчас мы ее сделаем, во-первых, не настолько яркой к краям. Мы ее сделаем. Мы ее сделаем поголубее, позеленее. и мы ее слегка разбавим в центре, ярким оранжевым, потому что у нас тканый потолок кровати. вот так. Теперь нам придется все-таки немного порисовать поверх, потому что в отличие от предыдущих ситуаций, мы здесь высветили часть, которая изначально на локации находилась в тени. Когда мы рисуем что-то в тени, там получается довольно мягкие, тонкие, полтонные переходы. И когда мы потом вытаскиваем это на свет или высветляем, мы вытаскиваем все баги, все грязьки. Ну и потом просто, в принципе, ножки были меньше детализированы. Не ножки, а что там у нас? Вот здесь вот тряпочка. Вот это, ну вот, конечно, на ней нужно работать. Вот. Поэтому мы некоторое время просто порисуем все это дело. сделать так, чтобы ему стало хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Вот таким вот образом. Так, еще немножко у нас идет в тень вот эта часть кровати. И свой хитрый план мы также реализуем на ней. И здесь мы сделаем совсем небольшой просвет. Теперь мы займемся моим любимым делом. Мы будем рисовать блики. И мы снова сделаем Other Glow. Сделаем его на 3 пикселя. И настроим кисточку. Конечно, прежде всего у нас лампа не просто так, а освещена собой же. Это у нас по-любому будет видно. Сделаем не совсем красный. Ну ладно, нет, мы сделаем иначе. Пока ставим это так. И сделаем небольшой свет. Свет, расходящийся из нашей лампы вверх. Небольшой свет. Я сделаю новый слой с теми же параметрами. Идущий за пожаром вниз. С SP2. У нас будет довольно сильно освещено все, что лежит непосредственно под лампой. Конечно, спинка нашего кресла. Здесь, видно, не будет лежать ярко и отчетливо. Спасибо. 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 Ну и наш любимый пыль. Спасибо. Там где у нас свет. Что то она у нас такая активная. Сделано не такой активной. По-моему, какая-то не та пыль. Да, вот та пыль, что нужна. Продолжение следует... Забыла пару бликов сделать, акцентировать немножко вот эту часть кровати. Она у нас слилась. Как будто у неё нет никакой фактуры. Таким получилось куском. Это нехорошо. Мы сейчас ей фактурочку немножко вернём. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, наше последнее освещение готово. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот это ночь. Вот это ночь со включённым светом. Тень немножко будет здесь больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Если не могу найти... Дело в том, что тени здесь не будет на самом деле. Потому что тень от колонны у нас аж вот здесь проходит, а здесь у нас будет хорошо и примерно светить лампочка без всяких препон. Но для того, чтобы это исправить, нужно найти тень от стены, если она отдельная. Если нет, то мы сейчас залезем сюда. Там... Да, она должна быть отдельно. Вот она, я же ее вижу. Вот она. Вот она. Нашла. Она у нас вот. И от этой тени маленечко избавится. Но избавится аккуратно и осмотрительно, не нарушив при этом границы нашей колонны. Вот таким вот образом. Продолжение следует... Да, так, друзья мои, явно лучше. Ну все. Теперь это точно все, что я хотела сказать по поводу этой локации. Итак, у нас готов последний вариант освещения. За всем, всем спасибо. Руки я буду делить на три части. Они будут выложены отдельно. Освещение дневное, ночное и со включенной лампой. Всем творческих успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!